От всех этих последних новостей мне иногда хочется броситься на кровать, зарыдать и закрыться с головой одеялом. Друзья, я понимаю, что вы на меня смотрите, на вас смотрят ваши дети, поэтому мы, друзья, должны быть сильными. Если на вас накатывает сильная грусть, печаль, попробуйте вспомнить какой-то самый радостный момент в вашей жизни и попытайтесь улыбнуться. Друзья, не позволяйте никому украсть вашу улыбку. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный вариант из дебюта игра Бадянского. Дебют игра Бадянского обычно возникает следующим образом. Белая игра от АБ4, черные связывают левый фланг белых. И в этой позиции есть две системы ЕД4 и БА3. Белая игра от БА3. Черные могут сыграть АБ6 и ЦБ6. Мы рассмотрим систему, связанную с ходом АБ6. Ну и белые в этой позиции могут сыграть либо ЕД4, либо АБ2. Мы рассмотрим вариант, связанный с ходом АБ2. В этой позиции у черных есть три хороших варианта. Либо сыграть ФЕ5 и побить, либо на поле Ж5, либо на поле Е5 с инициативой. Либо разменяться ходом ДЦ5 и побить на поле Е3. Но, друзья, в этой позиции, я считаю, не точно играть БА7. Этот ход упускают инициативу, которая уже будет у белых. И во многих вариантах белые могут в этом варианте даже победить. Для этого белым надо сделать точный ход ДЕ3. И, друзья, как ни странно, в этой позиции уже проигрывают два хода черных. ФЖ5 и АЖ5. Ну, давайте рассмотрим ход АЖ5. Данный ход встретился в партии Подольский-Печенкин. Белые играют ЖА4. Точный ход. И, друзья, теперь смотрите. Нет БЦ5. Из-за простого ЕФ4 и белые останутся с лишней шашкой. Также нет хода ДЕ5 из-за банального хода ЕФ4. Ну, и как бы черные не побили, белые останутся либо с лишней шашкой. Если так побьют, то белые пройдут дамки. Поэтому у черных здесь единственный ход. Ж6. Белые точно отвечают ФЖ3. Ну, и в этой позиции черным надо играть ФЖ7. То есть, БЦ5 здесь плохо играть, потому что связки сказываются в пользу белых. Например, ЖФ4, ФЖ7, АЖ3. На ход СД4 просто бьем на поле С5 и затем форсированно идем в дамки с выигранной позиции. А если черные играют ЦБ6, тогда играем ЖХ2. Ну, и на единственный ход ДЦ7 играем ЕД2 и черным некуда ходить. После хода ФЖ7 белые точно отвечают ЕФ2. То есть, не давая размена БЦ5 из-за ЕФ4, и белые выигрывают шашку. Поэтому у черных остается единственный ход ЖФ4. Ну, и снова нельзя ДЕ5 из-за банального ЕФ4, и белые прорываются в дамки. Поэтому надо играть ЖФ4. Ну, и после размена белые строят колонку. То есть, грозят следующим ходом сыграть ДЦ5 и выиграть шашку. У черных поэтому единственный ход ФЕ5. Ну, и здесь белые побеждают. То есть, отдаем одну шашку. Ну, и за счет вот этого кулака на своем левом фланге белые легко побеждают. То есть, у них лишняя шашка. Ну, и рожон на поле Ф6. То есть, мы разобрали ход ХЖ5. Он здесь уже проигрывает. Ход ФЖ5 также проигрывает. Белые отвечают точно ЦБ2. То есть, строят колоночки. Ну, и у черных здесь есть два варианта ответа. Либо ЖХ4, либо ЖФ6. Ход ЖХ4 был детально проанализирован белорусским гроссмейстером Вениамином Городецким. Это его анализ. Белые точно отвечают ЕФ4. Ну, и черным некуда ходить. То есть, друзья, видите, на ход ЖФ6 белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Она довольно простенькая. Отдаем. То есть, меняемся на поле Е5. А затем попадаем на преддамочное поле. Ну, и белые должны легко победить. Если черные в этой позиции играют ЕФ6, тогда белые точно размениваются на поле Е5. Ну, и, друзья, видите, нельзя играть ФЖ5 из-за банального ФЕ3. Ну, и от угрозы ЕФ4 нет спасения. Поэтому у черных здесь есть только два ответа. ДЕ7, ЕФЕ7. Если черные играют ФЕ7, то белые очень красиво побеждают с помощью комбинации под названием стрела. То есть, играем ФЕ3. Вы видите, снова нет хода ХЖ5, ЕФЖ5 из-за ЕФ4. Поэтому у черных единственный ход. Нападение ЕФ6. Мы размениваемся. Ну, и здесь белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белые играют ДЕ5. Пропускают черных в дамки. И затем проводят комбинацию под названием стрела. То есть, выстроили под ударную цепь. Затем ловим дамку. Ну, и белые легко побеждают. Если же в этой позиции черные играют ДЕ7, то также играем ФЕ3. Снова не давая хода ХЖ5 из-за банального ЕФ4. Теперь у черных есть два ответа. Разменца Д6, либо ход ЕД6. После ЕД6 просто закрываемся. Ну, и на ход ХЖ3 играем ЖФ2 с легким выигрышем. Черным просто некуда ходить. А если черные, допустим, играют ФЕ7, тогда размениваемся таким образом. Ну, и в ответ на нападение, здесь белые проводят также комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Играем ЖХ2. Затем ЖХ4. И бьем именно на поле Б8. Ну, видите, даже отходить нельзя, потому что белые проведут еще один удар. Ну, и легко победят. Если же в этой позиции черные не играют ФЕ7, а, допустим, нападают, то белые также проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Ну, можно провести комбинацию ходом ЕФ2, но более логичный ход ХЖ3. Ну, и как бы черные здесь не били, они проигрывают. То есть, ну, допустим, побили на Ц5, играем ЖХ2. Ну, и после всех разменов белые все равно попадают на поле Б8. Ну, и снова, видите, друзья, черные вынуждены отдать шашку Ф4, потому что снова отходить нельзя уже из-за такого ударчика. Мы рассмотрели в этой позиции ход ЕД6, но черные могут разменяться таким образом. Теперь у белого надо сделать точный ход, который был как раз найден гроссмейстером Городецким. Играем точно ДЦ5. Неожиданный ход. И здесь, как выясняется, черным практически некуда ходить. То есть, белые грозят поставить рожон на поле Д6, поэтому ход ФЕ5 за черных вынужденный. Теперь белые занимают весь центр доски, то есть, важные поля Ф4 и Ц5. Ну, и черным здесь можно, по сути, сдаться. То есть, после такого размена мы играем ЕД2, затем занимаем пункт Ц5 и легко выигрываем. Если же черные в этой позиции играют ЖФ6, тогда меняемся на поле Д6. Ну, и в ответ на нападение играем ДЦ7. Ну, и как бы черные не побили, у них проиграно. Если черные бьют в эту сторону, белые выигрывают эту позицию за счет рожна на поле Д6. Если же черные бьют в эту сторону, тогда белые выигрывают за счет того, что они проходят в дамки. Друзья, мы рассмотрели ход ЖФ4 за черных. Ну, в этой позиции черные могут сыграть еще и ЖФ6. Этот вариант был детально проанализирован кроссмейстером Чулковым. Белая игра от ЖФ4. Ну, и снова, видите, ДЕ5 нельзя из-за ЕФ4, а БЦ5 нельзя из-за также хода ЕФ4. Поэтому у черных снова единственный ход, ФЖ7. Но теперь белые уже меняются вот таким образом. То есть, позиция белых выиграна за счет вот этого ударного кулака на их левом фланге. Но обратите внимание, друзья, что ход ЖФ4 здесь за черных невозможен, потому что белые проведут комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белая игра от ЖФ5. Затем ЦБ6. И видите, слабое поле образовалось. Д6, белые его выбивают вот таким образом. Проходят дамки, ну и легко выигрывают. Поэтому в этой позиции ЖФ4 нельзя играть. Мы рассмотрели комбинацию. У черных единственный ход. ЦБ6. Это белые игра от ЖФ3. И размениваются таким образом. Ну, сюда нельзя бить. Потому что белые подорвут пункт Е5 и пробьют в дамки. Естественно, так играть нельзя. Поэтому черные бьют на поле Б6. Теперь играем ФЕ3. Ну и после размена белые выигрывают во всех вариантах. Здесь есть вариант, связанный с ходом ЕД6. И вариант, связанный с ходом ЖФ4. И затем БЦ5. Допустим, так. Побили. И белые здесь побеждают. То есть, бьем именно на поле Ж3. И проводим комбинацию. Простенькая АБ4. Затем АБ2. Ну и ЖФ4. И белые выигрывают. У черных в этой позиции еще есть ход ЕД6. Когда белые играют ЖФ4. Ну и у черных единственный ход ФЕ5. Бьем Д на Ф6. Ну и черным на АБ назад. Теперь играем ЕД2. Ну и на ход ЖФ6 есть выигрыш как после АБ4, так и после АБ2. Грессмейстер Чулков разбирал ход АБ2. Ну и в этой позиции, как бы черные не играли, они проигрывают. Например, БА5, БЦ3. Ну то есть, видите, на ход ФЕ5 мы просто разменяемся на поле Ж5. И выиграем за счет слабой шашки черных АЖ8. Если же черные играют АБ6, тогда играем ЕД4. И здесь черные проигрывают за счет своей отсталой шашки АЖ8. А на ход ДЦ5 есть такой выигрыш. То есть, меняемся на поле Ж5. И если черные меняются назад, тогда фиксируем слабость. Здесь уже, видите, у черных проигранная позиция за счет отсталой шашки А7. Они ее не могут развить. То есть, друзья, видите, если выигрыш есть, он сохраняется при всех раскладах. То есть, так скажем, слабости трансформируются в разные виды слабостей. И соперник все равно побеждает. Друзья, в книге «Курс шашечных дебютов» Литвинович Негра указаны еще такие два интересных варианта. То есть, АБ4, БА5, БА3, АБ6, ЕД4, БА7. И после ДЕ3 есть такой размен. То есть, в принципе, надо меняться вот таким образом. Но здесь все равно преимущество у белых. То есть, на ход ЕД4 черные играют ЖФ6. И на ход ЦБ2 надо играть ФЕ7, как было в парте Ширяев-Соков по переписке. Но ход АЖ7 здесь уже проигрывает. Это анализ мастера Головашкина. И белые красиво выигрывают. Например, ЖХ4. Связываем левый фланг черных. Черным надо играть ДЕ5. И белые играют ЕД2. Теперь черным надо играть ЦД6. Этот ход вынужденный, потому что, если бы черные, допустим, сыграли ФЕ7 или ДЕ7, то белые проводили вот такую комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую. И снова проводим комбинацию под названием Стрела. И белые должны легко победить в этой позиции. Поэтому черные обязаны здесь играть ЦД6. Теперь белые размениваются на поле Ц5. И должны победить. То есть на ход ДЦ7 играем АЖ3. Ну, естественно, нельзя заходить в любки из-за хода ЕФ4 и ЕФЖ3. Поэтому играем АЖ3. Ну и на размен здесь точно играем ДЕ3. И белые побеждают во всех вариантах. То есть у черных единственный ход. Это размен назад. Теперь играем ЕД4. И, друзья, видите, в этой позиции ход ЕФ4 невозможен из-за банального АЖ5. Ну и как бы черные не побили, они проигрывают. А размен ЕФ4 невозможен из-за вот такой небольшой комбинации. И белые побеждают. Если же черные в этой позиции, допустим, играют АБ6, ну просто выжидаем. Ну и на ход БА5 здесь можно сыграть ЖХ2. Снова нет этих ходов. Поэтому остается единственный ход СБ6. Тогда играем ДЕ3. Ну и следующим ходом размениваемся на поле Ф4 с легкой победой. Друзья, я не могу отказать себе в удовольствии показать вам красивую партию Ширяев-Соков. Которая была сыграна в 1931 году по переписке. Которая закончилась очень красивой комбинацией. То есть в этой позиции после ФЕ7. То есть АЖ7 мы разобрали. Это проигрывает Василий Соков сыграл ФЕ7. Он играл черными. Белые сыграли ЖХ4. Ну и на ход ДЕ5 белые ответили АБ4. Черные сыграли ЖФ4. И белые пошли ФЖ3. Ну и здесь Василий Соков сделал точный ход. АЖ5. Теперь белые играют АБ4. Ну и на ход АЖ7 белые играют ЖФ2. То есть видите, друзья, хода ФЕ3 нет из-за хода ЖФ4. Ну и как бы черные не побили, они проигрывают. Поэтому у черных единственный ход ЖА6. Белые играют ЕД2. Ну и здесь если черные будут играть СД6, то они проиграют. То есть белые запрут шашки черных. То есть играем ФЕ3 и на ход ДЦ7 БА3. Ход черных им ходить некуда. Они проиграли. Ну друзья, в этой позиции черные могут провести красивую комбинацию. Развернув доску, чтобы вам было удобнее найти комбинацию за черных, можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Василий Соков в этой позиции сыграл ЕД6. Затем отдал еще две шашки. Надо бить на поле Б8. И теперь черные играют вот таким образом. Отдают шашку, ловят дамку. Бьем на поле С7. Белые здесь... Друзья, прошу прощения, перепутал ходы. Отдаем шашку таким образом. Затем играем БЦ5. Пропускаем белых дамки. И затем проводим вот такой удар. Все форсировано. И здесь самое главное точно побить шашкой Д8 на поле Х8. Белые бьют на поле Ф6. И черные бьют на поле Е7. Несмотря на лишнюю шашку, белые здесь не могут победить. Черные все-таки достигают ничьей. Ну и последний вариант на сегодня найденный гроссмейстером Исером Куперманом. Чемпионом СССР. То есть в этой позиции после ДЕ3. И размена на Ж5. Белые играют ЕД4. И на ход ЖФ6 надо играть СБ2. А вот ход ФЕ3 здесь уже плохо. Потому что черные здесь могут захватить преимущество. Ну и поставить белых на грань поражения. Например, черные играют ЖФ4. Ну и белым надо размениваться. Иначе позиция белых будет зажата. Теперь черные играют ФЕ7. Ну и в этой позиции после АЖ3 черные проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ее за черных. Давайте разверну вам доску. Чтобы было удобнее искать комбинацию. Черные играют АЖ5. Затем пропускают белых в дамки. Затем размениваются вот таким образом. Ну и видите, подударная цепь готова. И черные прорываются на ослабленном правом фланге белых. И должны победить. В этой позиции у белых еще был ход ЦД2 и ЦБ2. После хода ЦД2 черные могут разменяться вот таким образом. Ну и здесь они быстро побеждают. То есть на ход АЖ3 играем АЖ7. Выжидаем. И на ход ЖХ4 нападаем. Белым надо размениваться. Ну и черные играют ЕФ6. И должны легко победить. То есть на такой ход играем. Так, и пробиваем на поле Ж3. Если же белые играют сюда, ну тогда можем выиграть таким образом. Отдаем шашку. Побили, побили, побили. И черные легко побеждают. Более сильное сопротивление белые могли оказать ходом ЦБ2. Тогда в этой позиции надо сделать точный ход АЖ7. То есть выжидаем. Ну и на ход ЕФ2 играем ФЖ5. АЖ3, ЖХ4. Ну и белым надо размениваться в центре. Теперь надо сделать точный ход. ЖФ6. Ну и белые проигрывают во всех вариантах. То есть за счет вот этой шашки Ж3. Она в данном случае будет отсталой. И белые во всех вариантах ее не могут развить. То есть на ход АБ2 играем ДЦ5. Фиксируем слабость шашки Ж3. То есть видите, хода ФЕ5 нет из-за простого ударчика. То есть и бьем либо сюда, либо сюда. Поэтому белым надо играть БЦ3. Теперь играем ЕД6. Ну и как бы не играли, они проигрывают. То есть на ЦБ4 играем так. И на так так. Поджимаемся. Если же белые играют СД4, тогда играем ФЕ7. Ну и на ход единственный ЕД4. Черные прорываются в дамки. Белые сопротивляются еще. Но черные идут в дамки. Видите, такого хода нет из-за ЕД6. Надо играть по этому ЖФ4. Белые играют АБ2. Кажется, что белые близки к дамкам. Но все-таки черные жертвуют шашку и ставят дамку на поле А1. Ну, жертвовать бесполезно. Белые проиграют. А если они играют ФЕ3, то в этой позиции надо точно сыграть ДЦ7. То есть этот ход выигрывает. То есть как бы белые здесь не играли, но допустим так, черные побеждают. Ну, друзья, в этой позиции важно запомнить, что неточный ход ДЕ7 здесь выпускает выигрыш. То есть белые неожиданно жертвуют шашку и играют СБ6. Ну, и черным надо играть ФЕ5. Белые отдают еще одну шашку и играют БА7 аккуратно. И черные не могут победить. Так что, друзья, не торопитесь. Всегда играйте до конца. Друзья, все эти варианты любезно предоставил мне белорусский гроссмейстер Евгений Кондраченко. Так что можете выразить ему свою благодарность большим пальцем вверх. А мне свою благодарность вы можете выразить подпиской. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Ну, и написать комментарий. Задавайте вопросы, если что-либо не ясное. Я попытался максимально ясно и четко объяснить выигрыш во всех позициях. Друзья, играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания. Ну, и, друзья, все-таки давайте воевать только на шахматной доске. Субтитры создавал DimaTorzok